В фондах научной библиотеки Казанского федерального университета хранится коллекция новогодних открыток. Об истории не только. Смотрите далее. Новый год невозможно представить без поздравительных открыток. Если сейчас их можно найти в каждом магазине, то во времена Великой Отечественной войны они были не так широко распространены. Самая ранняя открытка, хранящаяся в научной библиотеке имени Николая Лобачевского, датируется 1944 года. В те времена мало кто занимался коллекционированием. Большинство открыток, если сохранилось, то уже подписаны со штампами, печатями почтовых ведомств. Такие вот открытки были очень популярны в этот период. Не случайно на обороте их здесь есть и стихи, напечатанные от имени детей своим папам. Как можно было еще не умея читать и писать ребятам, написать своим родителям, своим папам на фронт. Подписать просто свое имя, например, или даже фамилию. На изображениях отсутствует символ Рождества. Ведь Новый год в советское время был исключительно светским праздником. Могут встречаться символы СССР. Серп и молот, красные флаги. Все, что выпускалось на территории Советского Союза, приходило к нам в библиотеку до 1956 года. И поэтому, конечно, это не подписанные открытки. Большая часть открыток у нас именно из фонда профессора античника, как мы его называем, Аркадий Семенович Шофман, который, конечно, был зачинателем такой античной школы. Очень много учеников у нас сейчас, большой интерес к этому фонду. Будучи античником, профессор Казанского университета Аркадий Шофман вел активную переписку не только научную, но и дружескую. В его фонде сохранились новогодние открытки 1950-80-х годов от друзей и коллег. По словам Эльмира Мирхановой, уникальность советских открытых в том, что на рисунках изображали успешное завершение трудового года. Отметим, что в позднесоветские годы был всего один праздничный день – 1 января. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.